Добрый день, уважаемые 11-классники! Мы продолжаем с вами изучать тему объема многогранников и тел вращения. Сегодня мы должны с вами на задачах посмотреть, как находится объем конуса и цилиндра. В задаче номер 1 речь идет о том, что известен радиус сектора 3 метра, а его угол 120 градусов. Сектор свернут в коническую поверхность. Наша задача найти объем полученного конуса. Сделаем рисунок и запишем краткую запись условия. В этой задаче речь идет о секторе, угол которого 120 градусов. И радиус этого сектора обозначен буковкой L 3 метра. Почему не R, а L? Потому что радиус этого сектора для конуса будет образующий. И наша задача найти объем полученного конуса. В прямоугольнике ABCD известна диагональ равная 15 сантиметрам. Диагональ прямоугольник делит на два прямоугольных треугольника. Давайте рассмотрим один из них. Треугольник ABC. Известна гипотенуза равная 15 сантиметрам. И в условии задачи сказано, что одна сторона прямоугольника на 3 сантиметра больше другой. Поэтому меньшую сторону AB мы обозначим х, а большая сторона BC будет х плюс 3 сантиметра. В прямоугольном треугольнике ABC все стороны связаны теоремой Пифагора. Запишем ее и подставим вместо ABC и вместо BC х плюс 3. После преобразований, в которых мы раскрываем скобочки по формуле квадрат суммы двух выражений, квадрат первого выражения плюс их удвоенное произведение, плюс квадрат второго выражения, переноса квадрата числа 15, а это 225, в другую часть уравнения с противоположным знаком, мы получаем приведенное квадратное уравнение. Как мы его получили? Мы каждое слагаемое и левую и правую часть поделили на 2 по свойству. Что если обе части уравнения разделить или умножить на одно и то же число, отличное от нуля, то получится равносильное уравнение. Это уравнение приведенное, его старший коэффициент равен единице. Поэтому мы попытаемся угадать корни по теореме, обратной теореме Виета, которая говорит о следующем. Сумма корней приведенного квадратного уравнения равна второму коэффициенту, взятого с противоположным знаком, а их произведение равно свободному коэффициенту. Мы увидели, что этим условием удовлетворяет два числа. Минус 12 и 9. Минус 12 плюс 9 – минус 3. И минус 12 умножить на 9 – 108. Но значение х, равное минус 12, не подходит по смыслу нашей задачи. Мы буквой х обозначили сторону прямоугольника, а это величина положительная. Следовательно, одна меньшая сторона прямоугольника равна 9 сантиметров, но тогда мы большую можем найти. К 9 прибавить 3 и получится 12. В задаче сказано, что эта фигура получена вращением прямоугольника вокруг меньшей стороны. Следовательно, меньшая сторона АВ является высотой цилиндра, а большая сторона АД является радиусом этого цилиндра. То есть, если прямоугольник будем вращать вокруг какой-либо стороны, то получится обязательно цилиндр. Чтобы найти объем цилиндра, мы подставим формулу объема вместо Р – 12 сантиметров, а вместо H – подставим 9. Выполнив вычисление, получаем, что объем этого цилиндра – 1996π кубических сантиметров. Во второй задаче речь идет о конусе, осевым сечением которого является равнобедренный треугольник, основание которого 12 сантиметров. Образующая конуса наклонена к плоскости основания под некоторым углом альфа. Наша задача – найти объем этого конуса. Сделаем рисунок и запишем краткую запись условия. Речь идет о конусе. Угол ВСО на нашем рисунке обозначен буковкой альфа. И альфа может принимать разные значения. Мы рассмотрим и эти случаи. АС – это основание равнобедренного треугольника, которое является осевым сечением, равна 12 сантиметрам. Наша задача – найти объем конуса. В этой задаче известна полная поверхность цилиндра. Из чего она состоит? Она состоит из боковой поверхности плюс две площади основания. В основаниях цилиндра – круг. Площадь круга находится по формуле πr². А боковая поверхность – почему по формуле 2πrh? Потому что если мы разрежем цилиндр по образующей, то в результате получится прямоугольник. Одна сторона прямоугольника – высота цилиндра, а другая сторона треугольника – это длина нашей окружности. А длина окружности находится по формуле 2πr. Поэтому, подставив в эту формулу вместо С боковое 2πrh плюс 2πr², это площади, два площади круга, мы имеем право одинаковый множитель 2π вынести за скобочку по распределительному свойству. В скобочках останется rh плюс r². Но у нас неизвестно ни радиус, ни высота этого цилиндра. Но в условии сказано, что высота на 10 см больше радиуса. Поэтому обозначим радиус х и по условию задачи высота, величина положительная. А раз высота на 10 см больше, то она будет выражаться формулой х плюс 10. Зная, что полная поверхность по условию задачи 144π² см, мы можем составить и решить уравнение. Вместо полной поверхности подставляем 144π, 2π мы вынесли за скобочку, в роли rx, в роли hx плюс 10, и плюс r², это х². Но мы имеем право одновременно и левую, и правую часть уравнения поделить на 2π. Получаем равносильное уравнение. В этом равносильном уравнении 72 из левой части переносим в правую с противоположным знаком. И видим, что в этом уравнении все коэффициенты четные. Поэтому поделим подчлена на 2 и получим приведенное квадратное уравнение. Для угадывания корней приведенного квадратного уравнения при достаточно маленьких коэффициентах удобно использовать теорему обратную теореме Виета, которая говорит о том, что сумма корней приведенного квадратного уравнения равна второму коэффициенту, взятого с противоположным знаком, а произведение этих чисел равно свободному коэффициенту. Мы догадались, что это числа минус 9 и 5. Проверяем. Минус 9 плюс 4 равно минус 5. Минус 9 умножить на 4 – это минус 36. Следовательно, минус 9 не подходит по смыслу задачи. Это наш радиус, величина положительная. И тогда второй корень уравнения 4 подходит. Значит, радиус нашего основания окружной круга – это 4 см. Ну а раз высота на 10 см больше, то она равна 14 см. Теперь формулу объема этого цилиндра вместо R подставляем 4, вместо H подставляем 14 и получаем, что объем данного цилиндра будет 224π кубических сантиметров. А в этой задаче речь будет идти о другом теле вращения. Прямоугольник, диагональ которого равна 15 см, а одна сторона на 3 см больше другой, вращается вокруг меньшей стороны. Найти объем тела вращения. Как вы думаете, что это будет за тело? Давайте запишем краткую запись условия. В нашем случае АБЦД – прямоугольник, одна сторона которого больше другой на 3 см, а диагональ АЦ – 15 см. Вы уже догадались, что при вращении прямоугольника вокруг одной стороны появится цилиндр? Наша задача – найти его объем. В нашем случае мы имеем сектор радиуса равным 3. И этот сектор свернут в коническую поверхность. В результате получился конус. Но раз это так, то давайте сначала найдем площадь сектора. По формуле дробь в числителе πL квадрат в знаменателе 360 умножить на альфа. Вместо альфа в эту формулу и вместо L мы подставляем известные величины. Получаем, что площадь этого сектора равна 3π квадратных метров. Но этот сектор, площадь этого сектора равна боковой поверхности нашего конуса. А боковую поверхность конуса находим по формуле πRL. Теперь мы приравняем это выражение πRL к площади сектора. И вместо L подставим 3. Отсюда мы выразим радиус, который оказался равным 1 метру. Далее мы не забываем, что высота конуса – это перпендикуляр, опущенный из вершины конуса на плоскость основания. И на нашем рисуночке в роли высоты выступает отрезок BO. Мы можем использовать для прямоугольного треугольника BOC теорему Пифагора. Потому что образующее BC нам известно 3 метра. Кроме этого, нам уже известен радиус. То есть гипотенуза и катет в этом прямоугольном треугольнике известны. Поэтому мы высоту, которая является другим катетом, в этом прямоугольном треугольнике можем найти по теореме Пифагора. И она оказалась равным числом 2 корня из 2. Теперь формулу объема нашего конуса. А эта формула очень похожа на формулу объема пирамиды. Произведение третьей части площади основания на высоту. Но в основании конуса находится круг. А площадь круга находится по формуле пир квадрат. Подставим в эту формулу вместо радиуса и высоты вычисленные ранее наши значения. И получаем, что объем данного конуса есть тропь в числителе 2 корня из 2 пи в знаменателе 3 кубических метра. В этой задаче будет идти речь тоже о цилиндре. Но тут будет фигурировать и полная поверхность. Итак, высота цилиндра на 10 сантиметров больше его радиуса. А полная поверхность равна 144 пи квадратных сантиметров. Наша задача найти объем цилиндра. По условию задачи давайте сделаем рисунок и запишем краткую запись условия. Речь идет о цилиндре. Его полная поверхность 144 пи квадратных сантиметров. Высота обозначена буковкой H. Больше радиуса, обозначена буковкой R, на 10 сантиметров. Наша задача найти объем этого цилиндра. В основании нашего конуса находится круг. В сечении осевое сечение – это то сечение, которое проходит через ось цилиндра. Это прямая, содержащая отрезок BO – ось цилиндра. И раз в сечении у нас равнобедренный треугольник, сторона AB равна стороне BC – это наши образующие, то в равнобедренном треугольнике медиана, отрезочек BO является медианой. А раз это медиана, то радиус отрезочек OC равен половине AC, половине основания. И тем самым мы находим радиус нашего конуса, который равен 6 сантиметров. В прямоугольном треугольничке мы можем определить число, которое называется тангенс. Почему именно тангенс, а не синус и не косинус? Потому что высота отрезок BO является противолежащим катетом напротив угла альфа. А прилежащий катет отрезок OC, который является радиусом, и противолежащий катет связаны числом тангенс. Что такое тангенс? В прямоугольном треугольнике это отношение противолежащего катета к прилежащему. Отсюда мы видим, что высота может быть выражена следующим выражением. 6 умножить на тангенс альфа. И в формулу объема конуса подставляем вместо R 6 сантиметров, а вместо H выражение 6 тангенс альфа. Получаем, что объем конуса будет выражен формулой 72π умножить на тангенс альфа. Очень часто в задачах, где есть буквенные какие-то значения, даются числовые. Если наш угол альфа равен 45 градусов, то тангенс 45 равен 1, и объем такого конуса будет равен 75π кубических сантиметров. Если угол, под которым образующая наклонена плоскости основания 30 градусов, то тангенс 30 градусов – это число единичка, деленное на корень из 3, и объем такого конуса будет выражен дробью в числителе 72π в знаменателе корень из 2 кубических сантиметров. А если наш угол альфа будет дан 60 градусов, и мы знаем, что тангенсом 60 градусов является число корень из 3, то объем такого конуса будет выражен числом 72 корней из 3π кубических сантиметров. Ребята, вы еще лучше будете разбираться в теме объем цилиндра и конуса, если по учебнику геометрия 7.11 под редакцией Погорелова прочитаете пункт 202, 203, 204, и на странице 361, 362 выполните задания 1, 11, 16 и 13. Спасибо за внимание. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»